Музыка Отседатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Андрей Гаев в рамках рабочей поездки по Брестской области встретился с руководством ООО Завод железобетонных изделий, где ознакомился с социально-экономическими показателями его работы иными вопросами деятельности предприятия Экипаж Максима Казимирчика и Виктора Кислого птицефабрики «Дружба» первым в Брестской области среди молодежных экипажей намолотил 2000 тонн зерна Передовиков жатвы прямо в поле поздравил председатель областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Юхимов Среди неблагоприятных для человека факторов наряду с табаком и алкоголем важное место занимает неправильное питание, приводящее к различным проблемам со здоровьем Накануне в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии прошла пресс-конференция, посвященная Дню здорового питания Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи» Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Андрей Гаев в рамках рабочей поездки по Брестской области встретился с руководством ОАО «Завод железобетонных изделий» В мероприятии приняла участие первый заместитель председателя Барановичского госполкома Наталья Федорова Подробнее в первом материале выпуска Завод железобетонных изделий «Акционерное общество» Предприятие принадлежит на праве собственности Республики Беларусь и находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Беларуси Не случайно председатель Госком имущества Андрей Гаев встретился с руководством предприятия, обсудил имеющиеся проблемы и пути их решения Комментируя телевизиты, Андрей Гаев ответил, что задача увидеть ситуацию на местах определить те направления, которые требуют решения на уровне правительства Республики Государство – собственник большого количества активов и оно заинтересовано в том, чтобы от этих активов получать максимальную отдачу Поэтому сегодня изучение «Акционерного общества» направлено в том числе на то, чтобы посмотреть, что делается в отношении развития, в отношении организации производства в этом акционерном обществе, в отношении повышения эффективности непосредственно его деятельности и обсужден ряд вопросов, которые необходимо будет решать акционерному обществу в ближайшей перспективе Была обсуждена складывающаяся на предприятия социально-экономическая ситуация, возникающая в производственной деятельности проблемные вопросы В ходе беседы проанализировали тему вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, а также вхождение акционерного общества в холдинг – белорусская цементная компания Предприятие специализируется на производстве сборного железобетона и конкурировать с аналогичными предприятиями, входящими в холдинг, сегодня не может Вступление в холдинг позволит почти на треть снизить стоимость цемента для предприятия, а это в свою очередь повлечет удешевление продукции и повышение ее конкурентноспособности Предусматривается вхождение его в состав холдинга для повышения эффективности и это будет в целом способствовать развитию производства, созданию новых рабочих мест, улучшению благосостояния людей, поскольку ключевая задача для каждого предприятия обеспечить работой людей, которые в нем работают, создавать рабочие места, давать дополнительное поступление в бюджеты, в местные, в республиканские и в масштабах государства давать соответствующий доход от эффективной своей деятельности Сегодня на предприятии решают проблему снижения затрат Еще одна проблема – не хватает оборотных средств Есть вопросы и к работе Белорусской универсальной торговой биржи Председатель Государственного комитета по имуществу ответил на все поднятые вопросы В рамках поездки в Брестскую область Андрей Гаев также посетил Барановичский филиал Брестского агентства по государственной регистрации земельному кадастру и проектный институт Брест-Гипрозем Международный торговый городок китайских товаров может появиться в поселке Балбасово Оршанского района, сообщает Белта Накануне китайская делегация посетила создаваемый в Балбасово мультимодальный промышленно-логистический комплекс Он создается в целях развития логистической системы Беларуси для обеспечения оптимального преобразования грузопотоков, переработки и перемещения товаров от производителей к потребителям на рынке ЕС и ЕС Именно здесь планируется создание международного торгового городка китайских товаров где могут быть представлены товары массового спроса, доступные для оптовых заказов Экипаж Максима Казимирчика и Виктора Кислого в птицефабрике Дружба первыми в Брестской области среди молодежных экипажей намолотил 2000 тонн зерна передовиков жатвы прямо в поле поздравил председатель областного комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса Михаил Юхимов Молодежный экипаж Максима Казимирчика и Виктора Кислого первыми в Брестской области намолотили 2000 тонн зерна Для ребят это уже вторая победа Еще недавно Тружеников поздравляли с 1000 тонн зерна Ценные подарки передовикам вручили прямо в поле Поздравить молодежный экипаж с большим достижением приехал народный фольклорный коллектив Суседи Почаповского сельского дома культуры По словам председателя Брестского областного комитета профсоюза Михаила Юхимука Именно Барановичский район на уборке хлеба может быть примером для любого другого в Брестской области Действительно уже область заканчивает уборку На сегодня убрано 95,5% Думаю еще несколько дней и уборка в области будет закончена Понятно, что Барановичский район более северный И площадей здесь больше Да и сегодня уже намолочено наибольшее количество именно в Барановичском районе Поэтому здесь есть особенности Но обычно двухтысячники, трехтысячники у нас в области бывает в основном только в Барановичском районе Я надеюсь, что и в этом году будет экипаж в области именно из Барановичского района Который намолотит 3000 тонн зерна Ну а вот двухтысячники, это молодежный экипаж мы сегодня чествовали Они первые в области среди молодежных экипажей Профсоюзы постоянно занимаются организацией соревнований среди участников уборочной компании Молодежных и семейных экипажей Отслеживают организацию питания Обеспечивают питьевой водой И следят за соблюдением техники безопасности На дружбе сейчас уборка уже в фазе завершения И с 8500 гектар в месте рапса зернового клина осталось убирать 1200 гектар Поэтому надеемся завершить уборку хорошо Планировали иметь около 40 тысяч тонн Я думаю, это и случится, потому что урожайность неплохая 57,8 на сегодняшний день, надеемся ее сохранить Комбайновый парк подготовлен нормально Тот показатель, что 20 комбайнов у нас из 26 намолотили уже тысячу Говорит о том, что и технически исправные комбайны, и люди работают добросовестно За что им огромное спасибо За штурвалами машин сидят настоящие профессионалы Так, например, работа на уборочной компании Это уже семейная традиция для Максима Казимирчика Сегодня в уборке участвуют и отец, и брат Максима Они тоже комбайнеры Сейчас главной задачей для барановичских аграриев является увеличение дневной выработки Ведь уже к субботе планируется завершить уборку зерна Гордость берет за нашу молодежь Глядя, какой вклад мы вносим в уборку урожая 2017 года Более 20 молодых экипажей по району участвуют в уборочной страде Стараемся всех посетить, всех поощрить Никого не забыть, поддержать нашу молодежь Ну и молодежь отвечает на это своим доблестным трудом Своим вкладом в добытый каравай 2017 года Уже определена дата областных дожинок Они пройдут 2 сентября И есть все шансы, что самой представительной на них Снова будет делегация нашего барановичского района Белорусские аграрии намолотили уже более 6 миллионов тонн зерна Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зерновые и зернобобовые убраны с 77% общей площади Лидером по-прежнему является Брестская область Где убрано немногим более 97% площадей В среднем с 1 гектара в этом году аграрии убирают 36 сантиметров зерна Особенности проблемы питания современного человека Государственный надзор на объектах торговли пищевыми продуктами Роль пищевого фактора в распространении острых кишечных инфекций И их профилактике Эти и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции Посвященные Дню здорового питания Которая прошла в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии Специалисты Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Рассказали журналистам о проблемах современного потребительского общества О важности рациональных и сбалансированных приемов пищи О еде как факторе риска развития хронических заболеваний И острых кишечных инфекций Правильное питание – это возможность активного долголетия Высокая физическая работоспособность организма Рациональное питание – это один из основных элементов здорового образа жизни Следует помнить, что питание должно быть регулярным, разнообразным, полноценным и сбалансированным По набору жизненно необходимых веществ Рекомендации по рациональному питанию Именно современные подходы к здоровому питанию Они сформулированы специалистами Всемирной организации здравоохранения И сформулированы еще в начале 90-х годов Все они носят рекомендательный характер Все они имеют направление именно в профилактике хронических неинфекционных заболеваний И учитывая то, что у нас основное место в структуре смертности занимает сердечно-сосудистые заболевания В основном эти рекомендации носят такую антисклеротическую направленность И если говорить о проблемах, связанных с питанием То, наверное, здесь можно обрисовать несколько основных Это, во-первых, избыточное употребление продуктов питания То есть человек, в принципе, получив возможность есть все, что он хочет И получив доступ к продуктам питания, не особенно себя и контролирует И поэтому сейчас проблема именно самоконтроля Именно правильных установок в отношении питания Ежегодно в нашем городе растет количество объектов торговли Обеспечение безопасности продуктов питания на объектах торговли пищевыми продуктами Вызывает особое внимание Какая работа ведется в этом направлении, на пресс-конференции рассказала врач-гигиенист Надежда Тур За истекший период 2017 года проверено 189 объектов торговли и общественного питания Которые расположены на территории нашего города и Бараныческого района Нарушение санитарных норм и правил выявлено на 179 объектов Что составляет более 94% от проверенных Наиболее значимое нарушение, которое встречалось при проверках Это реализация продуктов питания с истекшим сроком годности Выявлено на 20 объектах Нарушение температурного режима хранения продуктов питания выявлено в 21 случае На 6 объектах торговли находились в реализации продукты У которых не было документов, удостоверяющих качество и безопасность Основные меры профилактики острых кишечных инфекций Соблюдение правил личной гигиены, использование продуктов гарантированного качества Приобретать продукты следует в установленных местах торговли Необходимо правильно хранить их в домашних условиях Август и сентябрь – это месяцы, когда уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в нашем регионе, как и в республике в целом Оценивается как устойчивая Вспышек и групповых заболеваний не зарегистрировано К сожалению, нельзя сказать этого о эпид-обстановке на сопредельных с нашей республикой территориях государств А также в мире в целом Только за июль-август групповые заболеваемости вспышки зарегистрированы и на Украине, и в России, и в Таджикистане, и в странах Евросоюза Причины здесь и возбудители, которые привели к такому осложнению эпид-обстановке, разные Вот, например, в странах Евросоюза, таких как Бельгия, Франция, Италия, Норвегия, Швеция, Великобритания Зарегистрировано достаточно много случаев сальмонеллюза В общем-то, фактором передачи считают яйца, которые были закуплены в Польше В США отмечается групповая заболеваемость, вызванная энтеропатогенной кишечной палочкой И даже двое маленьких детей умерли Есть, чтобы жить Это известное правило древнего Сократа приобрело новый смысл и стало особенно актуальным Специалисты советуют исключать из рациона продукты с большим содержанием жира и соли Супы-полуфабрикаты, готовые сладкие напитки, жареные копченые изделия Все продукты, содержащие химические красители и консерванты Непосредственно попадая в организм, ксенопиотик может вызвать сразу отравление острое А может в результате биотрансформации образовать токсичный метаболит Который действует как на наследственный фактор, на иммунную систему Вызывает нарушение обмена веществ В нашем лабораторном отделе исследуется из ксенобиотиков Но первое это нитраты, соли, азотные кислоты Которые накапливаются в почве, в воде, в продуктах питания Установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метод гемогламинии Злокачественное образование, действует на сосудистую нервную систему Как правило, для повышения нитратов и нитритов у детей до года Они очень чувствительны, вызываются различные аллергенные реакции Вплоть до состояния удушья и есть в литературе уже смертельные исходы Эти детки отравляются сразу продуктами метаболизма И у них начинаются резкие аллергические реакции Чаще всего это при употреблении сосисок и вареной колбасы, которая содержит нитрит Это овощные и фруктовые соки с мякотью, персиковый, морковный сок Это фрукты и овощи с повышенным содержанием нитратов По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения Количество и качество употребляемых продуктов питания является основными факторами Определяющими здоровье человека С неправильным питанием связывают высокий риск развития основных неинфекционных заболеваний Около 12 тысяч гектаров леса в Беларуси пострадали за заражение жуком-караедом Сегодня на территории страны, особенно в южных регионах Бресской и Гомельской области Наблюдается новое патологическое явление Массовое иссыхание сосновых насаждений Практики применения каких-либо химических средств борьбы в данном случае нет На время борьбы с караедом в лесхозах отрасли введен запрет на проведение плановых рубок Согласия главы государства упрощены процедуры Оформление необходимой документации для проведения санитарных рубок в сосновых насаждениях Сегодня для всех граждан, желающих заготовить древесину и засухающих насаждений Сокращен срок оформления документов на проведение рубок И снято ограничение на выбор участка в высыхающих сосновых насаждениях Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск Всего вам доброго! До свидания!